С началом войны в Украине перед посольством России в Армении прошло уже несколько акций. Все эти акции были посвящены поддержке действия Москвы в Украине. Аргументация армян проста. Во время 44-х дневной войны между Азербайджаном и Арменией официальный Киев поддерживал территориальную целостность Азербайджана, и потому сейчас сердца армян бьются в унисон с теми, кто воюет против украинцев. Для здравомыслящего человека подобная позиция просто аморальна. Участники акции в Ереване, повторяя тезисы федеральных телеканалов России, заявляют, что происходящее в Украине – это борьба против нацизма. И это говорят люди, которые молятся на главного нациста Армении, Нжде, и посещают его памятник чаще, чем церковь. Акцию против в кавычках нацизма, которая проходит всего в нескольких кварталах от памятника нацисту в Ереване, ничем иным как кощунством назвать невозможно. Участники акций заявляют о своей готовности пойти воевать против в кавычках нацистов в Украине. Выступая с подобными заявлениями, армяне дискредитируют Кремль, так как здесь на всех официальных уровнях заявляют, что Россия не ведет войну в Украине, и это является специальной операцией. Если Россия не воюет, то как армяне присоединятся к войне – непонятно. С другой стороны, расчеты армян очень просты. Они уверены, что победа России является делом времени и всячески пытаются примазаться к этой победе. То есть, даже если туда отправятся 100 армян, то впоследствии они будут выставлять счет России за победу и заявят, что армяне победили Украину и Россию в неоплатном долгу перед Арменией. Ведь все помнят, что во время Второй Карабахской войны армяне, требуя от России подключиться к военным действиям против Азербайджана, аргументировали свои требования тем, что Вторую мировую войну для русских выиграли армяне. И об этом говорили на полном серьезе, заявляя, что теперь пора русским выплатить долг перед армянами. В этом контексте странным выглядят мольбы армян к России о помощи. По сказкам, сочиненным армянскими историками, армяне победили Германию и принесли победу России во Второй мировой войне. Армяне в своей истории имели очень много в кавычках побед над большими империями и так далее. Но одно непонятно. Одержавшие победы над грозными врагами, армяне умоляли других помочь им в войне против неумеющих, по их мнению, воевать с азербайджанцами. 30 тысяч армян участвовало в Сталинградской битве, и 10 тысяч из них погибло в той войне, в той битве. И в этих боях погибли 45 тысяч армян. То есть, с войны не вернулась одна седьмая часть нашего населения. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.